Батюшка, а значит ли все сказанное вами, что верующие православные люди должны все-таки бояться порчи, ну, по крайней мере, остерегаться ее? Ни в коем случае мы не должны бояться порчи. Оставим эту привилегию неверующим и маловерующим. Нам же следует всегда помнить о том, что нетварная божественная энергия, иначе благодать Божия, покрывает и защищает всякого, кто всем сердцем понял и принял учение Христово, кто действительно прилагает усилия, чтобы жить христианской жизнью, соблюдая заповеди Божии, кто часто очищает свою совесть таинством исповеди и укрепляет душу и тело благодатью Святого Духа в причащении святых Христовых тайн. Эти люди издревле применяют для защиты от воздействия демонов такие незаменимые орудия борьбы, как молитва и пост, рекомендованные нам самим Господом именно для этой цели. Еще с глубокой древности христианский апологет Ориген, зная о возможности магического влияния на человека, пояснял, почему христиане не боятся порчи. «Мы утверждаем со всей силой и опытно знаем, что те, кто, следуя высшему учению, служат Богу через Иисуса Христа и живут по Его Евангелию, постоянно исполняя предписанные молитвы, не обольщаемы ни демонами, ни магией, как нам и говорит Писание. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их от всякого зла». Конец цитаты. Опыт современной жизни, так же, как и опыт первых веков христианства, подтверждает правильность приведенных выше слов одного из первых христианских апологетов. Таким жизненным примером может служить рассказ бывшей колдуньи, в которой она поведала мне о своем горьком опыте. Однажды к ней пришла женщина с просьбой убрать с ее дороги соперницу, которая, как та говорила, встала на пути к ее счастью с любимым мужчиной, как она сама выразилась. Но впоследствии, правда, оказалось, что клиентка недоговаривала, сознательно опустив существенную деталь. Своей соперницей и врагом она считала законную жену своего начальника. После получения установленной платы за предоставление магических услуг, как это значилось в газетных объявлениях, колдунья дала задания демонам, которых она получила в свое время в результате инициации, когда закончила одну из московских школ магии. Так вот, она дала задание демонам вызвать у соперницы серьезное гинекологическое заболевание. Однако, уже через несколько дней после этих событий, аналогичное заболевание было обнаружено у самой колдуньи. На вопрос ее, почему она заболела той же болезнью, которой должна была заболеть соперница ее клиентки, демоны ответили колдуньи очень грубо. «Ты к кому нас послала? К этой стерве мы даже приблизиться не можем. Она причащается тела и крови распятого, да еще имеет дурацкую привычку бубнить про себя псалмы. Но задачу, поставленную перед нами, мы обязаны выполнить вот что бы то ни стало. И если не можем выполнить на указанном человеке, то выполняем на том, кто дал нам такое глупое задание». Вот такой бумеранг получился, добавила бывшая колдунья. А потом пришлось мне долго лечиться, пережив две мучительных операции. А сколько денег я на эти операции израсходовала? Позже мне удалось выяснить, что опытные колдуньи знают об эффекте бумеранга. И прежде всего интересуются у клиента, ходит ли в церковь к причастию человек, на которого просит навести порчу. И если узнают, что он верующий, воцерковленный человек, то ни за какие деньги не соглашаются с ним работать. Себе же будет дороже. Еще один современный жизненный опыт, ясно показывающий, что тот, кто не совершает смертных грехов, в наше время это в основном грех блуда и абортов. Те защищены божественной благодатью в такой мере, что никакой колдун навредить им не в состоянии. Этот опыт описан старцем Паисием Святогорцем в его рассказе об учительнице, пожелавшей с помощью колдуна совратить старшеклассника. Колдун, как поведала старцу сама учительница, признался ей, что ничего не может сделать с тем парнем до тех пор, пока этот парень не совершит какой-нибудь смертный грех. Пока юноша чист, колдовство было недейственным, и колдун ничего не мог сделать с этим юношей. Но когда, наконец, парня удалось совратить на грех, колдовство тут же подействовало, причем действие это было страшным и разрушительным. Слыша это, некоторые дотошные православные могут задать мне вопрос, ну а кто же без греха? Итак, если мы все грешники, то почему же мы еще не кукарекаем, не таем на глазах, как свечка, даже наоборот, полнеем? Почему мы не бьемся в припадках, не кричим кукареку? Да, конечно, нет на земле ни одного абсолютно безгрешного человека. Это общеизвестная истина. Однако, если человек искренне верует во Христа Спасителя, если страдает из-за собственных грехов, которые по слабости своей воли продолжает совершать, если он приносит в них раскаяние на исповеди, регулярно причащается святых христовых тайн, то без сомнения у него есть все основания надеяться на милость Божью и на его защиту. Господь, как известно, долго терпелив кающимся грешникам и ждет их исправления иногда в течение очень долгого времени. Кроме того, нередко случается, что и христиане, особенно современные, уже несут в себе одного или несколько бесов, а потому милосердный Господь не попускает им испытания превышающего их силы, причем чаще всего о курирующих их демонов люди, как правило, не догадываются, поскольку из-за отсутствия достаточно духовного опыта считают, будто одержимость может проявляться только явным образом, как, например, у кликуш или бесноватых. Но это совсем не так. На самом деле форм одержимости очень много. От самых легких и почти незаметных для неискушенного взгляда, типа неврозов и обсессий, до самых очевидных сопровождающихся припадками, подобными тем, какие происходили с Гадаринским бесноватым, так называемая злокачественная шизофрения. Вот и живет один из таких христиан, например, с бесом гневливости. Вспышки гнева, одолевающий его, приписывает своему, как он говорит, вспыльчивому характеру. Но бывает гнев достигает такого накала, причем помимо воли и самого человека, что тот не узнает сам себя. А после вспышки невероятной, непонятно откуда взявшейся злобы с ужасом думает, «Неужели я мог так вести себя с ближними?» Видя плачевное состояние такого человека, Господь и не попускает ему еще большего испытания, то есть явного беснования, которого бедняга понести не сможет. Создатель предоставляет этим христианам возможность бороться, и пусть не сразу, но когда-нибудь все же победить, если они этого сами хотят, если будут об этом просить Бога и бороться в меру своих сил. Если все же кто-то из христиан ощущает на себе воздействие бесовской силы, ему, тем не менее, не следует даже пытаться определить, кто навел на него порчу. Скорее всего, демоны получили над ним власть за его собственные грехи, без помощи какого-либо, в кавычках, доброжелателя. Так в настоящее время чаще всего и случается. Да и какая нам разница, откуда луна ли наши беды или нет? Если Бог попустил чему-то случиться, значит, мы это заслужили. А если бы мы искренне стремились к праведности, то все колдуны мира, собравшись вместе, не причинили бы нам никакого вреда, поскольку мы находились бы под защитой божественной благодати. К сожалению, маловерные, а также многие полухристиане и полуязычники, о них я говорил выше, очень часто пытаются найти среди окружающих виновника своих душевных и физических болезней, чтобы обвинить его в колдовстве. При этом они часто ошибаются в своих подозрениях, впадая в грех мнительности и осуждения. Эти несчастные не желают понять и признать, что в постигшем их горе виноваты только они сами. Они не хотят понять того, что собственными своими грехами лишили себя благодатной божественной защиты и тем самым открыли вход демонам, которые незамедлительно воспользовались им, причем вовсе не обязательно по приказу колдуна. Демоны, как было сказано выше, по божьему попущению могут войти и самостоятельно, если увидят настиж открытые двери и снятые замки.